После закрытой для нас встречи министров с коллективом диагностического, некоторые сотрудники остались уверены, что ситуацию с зарплатами не решат. Там прозвучало, что деньги за май начислили правильно. Сегодня Дмитрий Попов уже нас заверяет в другом. Необходимость приведения нормативной базы диагностического центра в виде коллективного договора, в виде порядка определения начисления стимулирующих выплат. Они должны быть между собой взаимоувязаны, и если это требуется, а на мой взгляд это требуется, должны быть изменены и также публично, обществом. Сама проверка Минздрава затягивается. С каждым недовольным решено поговорить отдельно, подойти индивидуально. И если докажут отклонение от принятых трудовых норм, сотрудник сможет претендовать на доплаты. О судьбе за выделение УЗИ Андрея Рожанского уже никто не беспокоится. Он сам поспешил всех успокоить, что главврач Люксенкова и не собиралась его увольнять. Состоялся абсолютно нормальный разговор, то есть никто меня никуда не выгоняет, просто сказали подумать надо. Это все на эмоциях, так что никто меня не увольняет. То, что в инстаграме и прочее, это фейки. Фейком назвал он слова друга Владимира Захарова, который вывел ситуацию в СМИ. Другие о Захарове позже скажут раскачивать лодку и хайпуют, претендуя на возвращение в алтайскую медицину. После чего бывший главврач диагностического хотел бы подискутировать с министром. На самом деле мне хочется вернуться в край через 5, 10, 15 лет на свою малую родину. И просто, когда мне скажут, Владимир Владимирович, вот слова благодарности вам, что вы тогда нас отстаивали, спасибо. Мне этого будет достаточно и все. Вот этим отличаются, уважаемые комментаторы, оппоненты, друзья, самопиар от пиара именно такого мощного, профессионального коллектива диагностического центра. Те результаты проверки, которые мы также сделаем официально, публично, и это будет моим ответом, в том числе на высказывание этого человека. Я никогда не перехожу на личности, и всегда мы говорим только о здравоохранении, об организации, об оказании медицинской помощи. Мне думается, что вот то, что происходит вообще сейчас, это эффект после действия длительного сидения дома. Накопилось какое-то усталость, раздражение. Я думаю, что это человеческий фактор, раз, и второе, такие проблемы, но есть в большинстве регионов. С закрытием больниц, с вынужденным высиживанием вот этого карантинного срока целых коллективов. Узнать о ситуации от первого лица, нынешнего главврача диагностического Оксаны Лексенковой, не удалось. Мы задавали ей 8 объемных вопросов, ни на один ответ они получили, зато нам перечислили все проверяющие структуры. Кстати, к следователям и трудинспекторам ходят сейчас сотрудники диагностического. Но для СМИ они теперь закрыты для общения. Случилось ли это после какого-то специального разговора с начальством, неизвестно. А первые результаты проверки комиссии Минздрава, по словам министра, должны озвучить на следующей неделе.